Добрый день, еще раз представлюсь. Меня зовут Дмитрий Кремесь, я технический специалист компании Softprom. Сегодня я познакомлю вас с продуктом DraftSight, его возможностями и преимуществами. Начну с того, что компания Softprom является официальным дистрибьютором DASO Systems, одного из лидеров в системах автоматизированного проектирования, моделирования, технологической подготовки производства и тому подобное. Еще много-много аспектов. DraftSight в целом это продукт SolidWorks, который в свою очередь входит в состав компании DASO Systems. Давайте начнем с основных преимуществ, которые отличают нас от конкурентов. Во-первых, это, что хочу отметить, это низкая стоимость. Компания SolidWorks назвала данный продукт убийцей автокада. Почему? Да потому что наряду со всем необходимым набором для черчения, 3D-моделирования, автоматизацией работы и тому подобное, стоимость DraftSight гораздо ниже. Следующее преимущество это удобный интерфейс. Разработчики постарались сделать все возможное для того, чтобы пользователю было комфортно работать с продуктом. DraftSight переведен на разные языки, в том числе русский, что прибавляет ему баллов на нашем рынке. Также переведен весь Help, в котором вы сможете найти интересующие вас команды и функции. Еще одно значительное преимущество это интеграция с другими решениями DSO Systems. Благодаря этому вы можете пользоваться DraftSight в коллаборации с более сложными продуктами. Например, как Geovia, Delme, Solidworks Electrical, Solidworks PDM и другими продуктами. С помощью которых у вас открывается еще больше функционал, как в обработке на станках с ЧПУ, 3D-печатью, электросхемами и другими производственными задачами. Пару слов хочется сказать также о простоте внедрения. DraftSight это всегда простота установки, это простота управления сетевыми лицензиями и простой доступ к технической поддержке. Очень низкие системные требования к нему. Для работы в программе нужно минимум 2 ГБ оперативной памяти, что очень мало. И всего 500 МБ свободного пространства на диске. Давайте разберем основные возможности, основной функционал DraftSight. А потом уже будем углубляться в специальные возможности. Как и для любого кадра решения, создание и редактирование 2D, 3D файлов формата DWG это основной функционал. Значит здесь вы естественно найдете все необходимое для создания чертежей, а именно создание и редактирование чертежей. Большой функционал привязка к геометрии, создание слоев, управление ими, измерение расстояния между объектами и еще много разнообразных возможностей. Анотации и тому подобное. Для 3D моделирования также имеется полноценный модуль. Вы можете создавать разнообразные объекты от базовых фигур до сложных 3D поверхностей и 3D тел на основе эскиза. Также в DraftSight доступны следующие инструменты, как сравнение чертежей, обрезка, вставка осевых линий, массивы по контуру, изогнутый текст. И еще много чего для экономии вашего времени за счет устроения ручных операций, за счет устроения трудоемких задач. Благодаря сетевому лицензированию у вас есть возможность параллельно использовать программу и соответствовать требованиям в масштабах всей организации, всей вашей организации. Давайте немного поговорим о новых возможностях DraftSight. Сейчас DraftSight дает дополнительные возможности Image Tracer и Homebuy.me. Имеет также импорт SVG файлов в качестве блока непосредственно и сразу на поле чертежа. Имеется возможность легко масштабировать значки пользовательского интерфейса SVG на дисплеях с большим расширением, например, как 4K. Увеличена библиотека рамок, рамок чертежей и также основных надписей. Она представляет набор предварительно сформованной геометрии и текста в соответствии с инженерными стандартами. Имеется возможность поддержки 3D-мыши для навигации 2D и 3D-чертежей. Можно одновременно редактировать панораму, масштаб чертежа и вращать модель. Теперь давайте познакомимся поближе со специальными возможностями. Image Tracer это новая мощная функция, которая пришла еще с версии DraftSight 2019, что позволяет значительно ускорить проектирование. Вы очень быстро сконвертируете простые и сложные растровые изображения в формат DWG. Теперь не нужно пользоваться сторонними программами, заходить в сторонние приложения, так как Image Tracer непосредственно встроен в интерфейс DraftSight. Доступны форматы BMP, PNG, JPEG для преобразования в векторную графику, будь то план этажа, электрическая схема, локотип и так далее. Уже после преобразования вы сразу же имеете возможность опубликовать данный материал или отправить, например, на лазерную резку, на другой станок для обработки и все что угодно. Давайте посмотрим, как это выглядит на видео. Для начала мы вставляем картинку в рабочую область, например, план квартиры для конвертации самого изображения в DWG формат. Мы выбираем команду Image Tracer и справа в окне для редактирования выбираем требуемое качество и тип, который наиболее соответствует вашему изображению. После этого обозначаем область картинки и конвертация происходит практически за считанные секунды. Если есть необходимость, можно обратиться к расширенному меню для усовершенствования графики. Например, в опции для линий, как мы видим, можно переключаться с двойной линии на единичную, что позволит удалить ненужную геометрию. Для обзора результата нажимаем ОК и можем увидеть картинку. Давайте посмотрим на конвертацию логотипа еще вдобавок к этому. Вставляем точно так же наш необходимый логотип и выполняем все те же команды, но теперь в типе объекта, как видно, мы выбираем логотип для лучшего качества. Выбираем снова наш логотип, выделяем его и после этого есть функционал также регулировки прозрачности логотипа, что всегда поможет определить сконвертированный объект. Вот мы регулируем это и видим непосредственно, что у нас сконвертировано. Точно так же ОК и уже можно удалять подложку, то есть изначально импортированную картинку. Вот видим результат. Есть возможность трассировки более сложных, объемных картинок. Все это делается с той же легкостью, что и для всех остальных. Вот как это происходит, мы видим на видео. И в принципе получаем точно такой же результат. Следующая отличительная особенность DraftSite это интеграция с HomeByMe. Данная функция особенно будет интересна дизайнерам, планировщикам помещений и 3D-проектировщикам домов. В целом HomeByMe это веб-приложение, созданное именно для этих профессий. Теперь HomeByMe интегрирован непосредственно в DraftSite и поддерживает два рабочих процесса. Первое это возможность войти в приложение HomeByMe непосредственно с панели DraftSite, открыть проект и собственно создать двухмерный чертеж. Создать двухмерный чертеж. На видео видно, что зайдя под своим логином в HomeByMe вы можете выбрать уже созданный проект для импорта его в DraftSite. И уже последующие работы по редактированию и образмериванию. Собственно сейчас показан второй способ, когда вы работаете непосредственно в приложении HomeByMe браузерной версии и вы можете сохранять свой проект в ней. Соответственно сохраняете его на локальный компьютер и после этого вы можете запросто импортировать его в DraftSite. Соответственно с помощью кнопки импорта и выбора этого объекта из локального пространства. После этого вы создаете точно так же чертеж, имейте возможность редактировать его, аннотировать, пользоваться всеми привилегиями DraftSite. Следующая возможность это импорт данных. DraftSite представляет удобный функционал и удобную функциональную вкладку для импорта файлов. А именно это импорт DGN формата как блочного элемента, прикрепление чертежа и изображения уже к выбранному рабочему чертежу, то есть в рабочую область. Прикрепление PDF и DGN форматов, а также импорт Delmi XML и формата уже упомянутой HomeByMe. Все это дает возможность для облегчения работы пользователю и сокращения времени на поиск. Следующий слайд это возможности библиотеки рамок и основной надписи чертежа. Пользователю всех лицензий DraftSite имеется возможность иметь доступ к обширной библиотеке, в которой можно найти набор предварительно заданных рамок и основных надписей. Для доступа к данному функционалу мы идем в меню Toolbox и выбираем стандарт, который хотим использовать. Например, как видно на видео ISO стандарт, нажимаем применить, после этого нажимаем в меню команду вставить и выбираем размер рамки для использования. В данном случае это рамочка третьего формата, после чего в появившемся окне мы можем вписывать необходимые данные в поля редактирования, название исполнителя, название чертежа, формат чертежа и другие данные. Потом увидеть полученный результат. На мой взгляд, это очень удобный функционал. В принципе, с помощью Toolbox имеется возможность ряд других функциональных возможностей. Это и вставка стандартных элементов, болтов, гаек, шайб, вставка спецификаций, отверстий, выносок и ряд других элементов. Теперь давайте рассмотрим работу диспетчера атрибута титльного блока. Данный инструмент позволяет вам управлять атрибутами блока чертежа. Тоже удобный функционал. Для этого мы должны прописать в командной строке непосредственно BAM. Вот как показано на видео. Мы прописываем команду BAM, что означает блок атрибут менеджер. И в появившемся окне мы можем добавлять и редактировать необходимые колонки. Такие как свойства текста, например, высота, расположение, стиль, указывать свойства слоев, линий, ширину, цвет, стиль и так далее. Диспетчер атрибута позволяет быстро и легко редактировать сразу все атрибуты блока чертежа. То есть нет необходимости заходить по одному и можно отредактировать все вместе. Давайте поговорим еще об одной возможности, которая недавно появилась у драфт-сайта. Первый блок – это динамический контроль, который уже поддерживается программой. Теперь ваши старые чертежи могут мигрировать и усовершенствоваться вместе с новым функционалом. Динамический блок имеет богатую конфигурацию для простого редактирования и передвижения элементов. Например, вы видите, как просто можно поменять направление открытия двери, нажав на стрелку, или выбрать размер с выпадающего окна. Еще одна возможность – это авторазмер. Выбрав его, вы можете автоматически осуществлять образмеривание геометрии и использовать предварительный просмотр для редактирования, если это необходимо. В принципе, очень удобный функционал. Также на видео показано, как просто вы можете перемещать размерные линии, чтобы не было пересечений с другими размерными объектами, с другими чертежами, размерными линиями. Добавился доступ к 3D-контент-центру непосредственно уже внутри драфт-сайта. Теперь вы можете найти множество сертифицированных продуктов от поставщиков деталей и оборудования и просто перетащив изображение в рабочую область, получить графику деталей или сборки. Тоже очень удобно добавлять какие-то непосредственно стандартные элементы на поле чертежа. Уважаемые коллеги, давайте подытожим все вышесказанное. Драфт-сайт – это приложение для комплексного 2D и 3D-моделирования. Вдобавок, программа имеет сетевое лицензирование, что дает возможность обеспечить параллельное использование в масштабах всей организации. Драфт-сайт-энтерпрайз и Драфт-сайт-энтерпрайз-плюс, которые мы представляем, это наиболее сильные и полнофункциональные лицензии из всей его серии, которые можно заказывать как бессрочно, так и с подпиской. При этом у вас всегда будет возможность воспользоваться комплексной техподдержкой для решения любой проблемы в вашей организации. Также напомню, что вы сможете, всегда вы можете установить пробную 30-дневную версию программы для более детального ознакомления. Коллеги, на этом у меня все. Спасибо за внимание. Если у вас остались вопросы, Долго!